Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сегодня 24 апреля, у нас на улице такая жара. В теплице я сейчас посмотрела 38 градусов, на улице 20. Даже не хочется заходить в эту теплицу. Но я все равно зашла, чтобы несколько коротких видео снять на такие темы, которые потом, если позже снимать, они уже будут бесполезными. А именно, разные расположения. Расскажу первое видео, различные способы расположения грядок в теплице. Вы знаете, что у всех грядки расположены по-разному, расскажу свое расположение. Потом второе видео, какие места в теплице для безопасности во время заморозков нужно высаживать, засаживать в первую очередь. Потом расскажу, как получить ранний урожай, ну с примерами покажу, как вырастает в большом грунте и в маленьком. Вот начну все по порядку. Сейчас вот это видео будет посвящено только схеме расположения грядок. Так, как всегда я со своей бумажкой. У меня грядки расположены вот так. Сейчас этих дорожек не видно и многие люди спрашивают, вот вы идете по центральной дорожке, а как вы попадаете сюда? Здесь у меня с обоих сторон есть технический проход. Сейчас я вам его покажу. Вот видите, сначала идут две, потом раз, вот эта дорожка. И по этой дорожке я захожу в следующую, в разрез вот в такой и пошла. У меня слева и справа томаты, но правой стороны еще нет, потому что, может быть, еще будет холодно. Я правую не засаживаю, засаживаю только центральную. Вот, тут томатики уже посажены, они вот в углубленных луночках, но эти я еще не присыпала перегноем. Вот при таком способе, почему я остановилась именно на этой схеме расположения, мне удобно, что я подхожу, у меня направо могу обработать, налево могу обработать, и центральная немножко пошире. Сейчас я покажу размер их. По теплице, когда ходишь, этого не понять, а так вот у меня центральная дорожка 60 сантиметров. Она очень широкая, по ней я таскаю шланги, потому что мы капельным поливом еще не пользуемся, по старинке поливаем из шланга. Потом вот эта вот правая половина дорожка 40 сантиметров, и по обоим краям грядочки по 40 сантиметров. И слева также. Но такие расположения не у всех. У многих есть расположение в три грядки. Пожалуйста, можно располагать в три грядки. Тут заходишь, сразу утыкаешься в грядочку, справа идет дорожка, слева идет дорожка. Вот это в круговую можно обойти, тоже удобно обрабатывать тут и тут. Схема может быть любой. Вы можете сделать даже не такую схему расположения, а какую-то свою, может быть какую-то поперечную. Но вот эти я вам показала. Самые распространенные, самые популярные две схемы расположения томатов. Смотрите, выбирайте, какой вам больше подходит. Некоторые люди даже экспериментируют. Один год делают три грядки, второй год делают две грядки. А потом, возможно, возвращаются к первому варианту. Мы никогда... Я никогда не делала грядки, как вот есть высокие, такие с бортами. Я ничего этого не делаю. Мы каждую весну просто перекапываем теплицу. У нас обыкновенная дорожка, земляная же, из этого же грунта. И мы обходимся этим. Ничего я здесь больше не делаю. Копаю, сама протаптываю три тропы и все. Вот это схема расположения в моей теплице. Размеры я назвала. Основная дорога 60, две боковые по 40. До свидания. Вот это был коротышко-видеоролик о самых популярных схемах расположения грядок в теплице. Но можно располагать еще по-другому. До свидания. С вами была Ольга Челкова.